Сегодня у нас распаковочка и история о духах Эсте Лаудер. Подписывайтесь, ставьте лайк, расскажем где купили, расскажем цены. Поехали! Всем привет! А вот сейчас у нас распаковочка духов, которую Наташа приобрела в магазине Brand4U. И, кстати, скажу, к сожалению, они подорожали. Привет! Это мы купили в, значит, в Brand4U. Эсте Лаудер. Называется Private Collection. Почему именно этот аромат? В прошлый раз, когда мы были в октябре, Смотрите видео по ссылочке в описании. Меня заинтересовал этот аромат. Он стоял на нижней полке, но тестера, к сожалению, к нему не было. Эсте Лаудер – это знаменитая фирма. У меня есть пару ароматов от этой фирмы. То есть стойкость, качество. А что вообще тащится в сей парфюмерии? А у меня почему-то практически аллергия. Бывает, бывает так. Вот. И в тот раз мы не купили. А в этот раз пришли. И я запомнила, была цена 210. Даже не запомнила. Я в прошлый раз сфотографировала. 210 дирхам. А сейчас уже цена, когда мы пришли, была 250 дирхам. Так что эти мерзенно-огидные путипаки повысили цену. Мерзенно-огидные путипаки. Кто не перевел, переклав. Кто не переклав, это очень тяжело. Перевезти. В общем, негидные мерзоты. Негидные мерзоты. Нехорошие людишки взяли и подняли цены. Ну, под Новый год так. Под Новый год. Ну, вы знаете, как говорится, хочется это хуже, чем болит. И все равно, даже без затеста, я купила этот аромат. И вот сейчас я его распаковала, сняла слюду, чтобы сейчас не шуршать, не загружать эфир этими посторонними шумами. Но я его не нюхала до сих пор. И сейчас вот я хочу его открыть с вами вместе и понюхать, что же это. То есть Наташа купила дорогие духи, не нюхай просто. Ну, это не супер дорогие духи, но тем не менее. Вот такой выбор. Сейчас посмотрим. Давайте. Откроем. Ой, я не порвала даже, как тогда, в прошлый раз, с Шахерезадой. Так. Да, да. Что мы видим? Вау. Классика жанра. Матовое стекло, золотая крышка. Вы знаете, когда-то у мамы были духи от Рошас Мистерия, называется, я считаю. Я чувствую запах какой-то. Картона? Хорошего качественного картона? А я вот коробочку распаковала, покажу. Такая вот штучечка, куда закладывать. И она раскрывается. Вот тоже такая вся фирма, фирма, фирма. Так, Оля, выходи. Сейчас будем не блескнём. Блескнём. Хороший признак мне не пахнет ещё. О, да, мне уже там. Так, Оля, не дышит. Не строгий. Ну как не строгий? Не строгий сильно. Не шалимар. У меня есть два вида. Шалимар и табако-ваниль. Если что, Наташа Лищук, привет. Знаю, ты любишь этот вариант духов. Но вот у меня как-то очень жёстко. У меня сразу слёзы начинают кечь. Ну, такая вот какая-то аллергия непонятная. И когда мы идём по молу, и все продавцы там, давай тебе вам брызну, давай тебе вам брызну. Да, спасибо, Боже. Вы два раза брызнете, и у меня потом слёзы будут полчаса идти. Так, что могу сказать? Ну, рассказываю про запах. Так, ну, не сильно строгий. Даже приятный, можно сказать. Нормально так. Приятный. Вот. На коробочке ещё. А что о нём говорят? Это парфюмированная вода или... Наверное, это парфюмированная спрей. Коллекшн спрей. Ну, опять же, не суть. Давайте я вам прочитаю, что пишет товарищ Франгратика про этот аромат. Значит, основ... Ой, слушайте. Нормально, нормально так. Приятно пахнет. Вы знаете, если масляные духи, это, в принципе, сразу вы понимаете аромат. Там не будет такого раскрытия, как вот описывают начальные ноты, средние ноты. Про именно вот такую европейскую, американскую парфюмерию. В именно туалетных водах, парфюмированных водах. То здесь... Ой, ребята, слушайте. Наверное, мне кажется, это будет очень красивый аромат. Да, очень неплохо. И этих 50 миллилитров хватит надолго. Ну, да. Цена мы... Так вот. Мы озвучим. Так вот. В истории не 210, да? А сейчас 250. То есть на 40 процентов. Мы подорожали. Я цены пишу внизу, как обычно, в субтитрах пишу в голову. А теперь, опять же, Лена, спасибо тебе большое. Лена, привет. Есть у нас замечательная подписчица и уже прекрасная знакомая, как я считаю, Лена, которая меня учит жизни. И она... В гомератах. Сколько раз у нас здесь более 20 лет? В общем, она нам дает советы часто учить. Спасибо. И она мне показала сайты, на которых действительно проверенные продавцы, которые не обманывают, с очень-очень хорошими ценами. Сайты тоже ловите в субтитриках и ставьте лайкос. А зачем это такая информация? Это же наши подписчики. Я Леной не хочу делиться. Наши подписчики нападают. Ладно, я шучу. Помогаем. Но эти бренды только работают, эти сайты работают только на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому такая информация. И вот Лена посоветовала несколько сайтов, на которых действительно нормальные, проверенные и цены там адекватные, более чем адекватные. Поэтому, ну так как не было тестера, просто, я же говорю, хочется больше, чем болит. Поэтому я купила. Так, значит, про этот аромат. Что я чувствую? Я не могу вам сказать, что я чувствую. Это аромат очень хороший. Тут не доминирует ничто. Здесь все прекрасно. Это как хороший букет, в котором нет номинации чего-то одного. Пока ничего там не душит, не убивает. Ну, голова за такое время не может разболеться. Просто как ты вошел в комнату, а у тебя приятно пахнет. И ты так думаешь, так, что, что, какие нотки здесь. Ну, я обычно не думаю, я сразу убегаю, а потом начинаю думать, какие я слышала своим носом нотки. Ну, нормально вообще, приятный запах, приятный. Это аромат для женщин. Он принадлежит группе цветочный и зеленый. Хотя в комментариях пишут, что это цветочный и зеленый, шипровые. Ну, может, это и есть. Private Collection выпущен в 1973 году. Ну, наверняка это менялось состав. Но, тем не менее, ну, в связи с тем, что, может быть, вы знаете, что парфюмерия проходит такие тесты, чтобы, не дай бог, не было аллергии ни у кого никак. И, по-моему, в 2015 году ввели какой-то очередной запрет. То есть, использование состава менялся? Пока он выпустил, пока он вышел и он выпустил. Нет, нет, неправильно. Не состав менялся, а именно ингредиенты. Если изначально в 1973 году производитель мог себе позволить натуральные ингредиенты, например, наверняка, как амбра и мускус, которые здесь заявлены, то сейчас химия на высоком уровне, она заменяет ароматы натуральные на искусственные. То есть, переформатирование. Но, тем не менее, аромат наверняка остался. Так вот, в 1973 году парфюмер, который создал этот аромат, это Винсет Марсело. Или Марсело, наверное, Марсело. Верхние ноты. Зеленые ноты, гиацинт, липовый цвет, бергамот, цветок апельсина и лимон. Средние ноты. Хризантема. Интересно. Нарцисс, жимолость, резеда. Не знаю даже, что это. Жасмин, иланг-иланг, роза и груша. Базовые ноты. Дубовый мох, кориандр, кедр, патчули, сандал, гелиотроп, амбра и мускус. Что такое зеленые ноты, я понять не могу. Не знаю. Зеленые ноты. Зеленые ноты. То есть, это значит, чувствовать зеленые ноты. Зеленые ноты. Это свежие, значит, мне кажется. А, свежие. И что значит, неправильный вопрос. Что значит, должна. Все, что вы чувствуете. Да, это ваше. Оно на разном теле, разный запах. Вы сами прекрасно понимаете. Я довольна. Вы знаете, это достойный представитель Estée Lauder и вообще классической парфюмерии. И даже сейчас, уже когда сейчас все помешаны на нишевой парфюмерии, придумывают что-то, что-то, что-то еще. Хотя уже придумать что-то сложно, но тем не менее. Это шикарный аромат. Вы знаете, это шикарный аромат. Так что я рада, я довольна. Это приятно. Спасибо большое, что у меня есть такая возможность и купить, и попробовать. И желаю всем вам, чтобы у вас была возможность. Такая же возможность. Это было бы правильно. Захотели. Подождали чуть-чуть. Но все получилось. Но чтобы, как вот Лена сказала, Лена, ценю тебя за твой юмор, чтобы не было рака у вашего кошелька. Так что раковые опухоли у вашего кошелька. Желаем это всем. С вами был канал Училка физкультуры в Эмиратах и Наташка. И Наташка. Всем пока. Подписывайтесь. Пока. Счастливо.